Январь 2000-го, время когда я наконец-то прошел Doom 2 на Ultraviolence. Несколько поздновато, не правда ли? Почему же это произошло лишь 17 лет назад? Для этого надо предпринять путешествие в середину 90-х. Вашим проводником по тропе памяти буду, как всегда, я, Эмрум. И мы начинаем шестой выпуск от Vintage Show, посвященный одной из величайших игр всех времен. Моё знакомство с Doom 2 состоялось на уроке информатики году в 95-м. Игра мне сразу понравилась во всех аспектах, кроме одного. Я не смог в неё нормально поиграть. Привыкнув к дэндивскому джойстику, у меня не получалось управлять клавиатурой. А мышек в кабинете не было. В то время я всех писишников считал многорукими мутантами. Конечно, я знал тогда всякие IDDQD, IDQFA и прочие ID-клипы. А потому я выбирал этап айкона в син, проходил сквозь стену и уничтожал голову. Таким образом, я считал, что игра пройдена. Потому что сыграть в неё более-менее по-честному у меня не получалось. А однажды наши классные информатики объединились с параллельным. Если в нашем, пока дома было одного-двух человек, то в другом компьютерщиков оказалось много. И они настроили Deathmatch по локальной сети. Мы, конечно, мало что могли сделать против умелых думеров. Но смотреть со стороны за их разборками было тоже очень увлекательно. Кстати, примерно в то же время один мой друг купил книгу Дефида Абхью и Брэдолина Вивера «Дум по колену в крови и ад на земле». Он нам на переменках зачитывал оттуда всякие фрагменты. Именно тогда я узнал, что у слова fly, помимо прочего, есть значение ширинка. Но так как я в тот момент не фанател от Дума, да и от фантастики и ужасов, то читать её у меня желание не возникло. И на несколько лет я о Думе забыл. Всё изменилось в 99-м. Когда товарищ уговорил таки меня прочитать книгу. И тогда я проникся. Много ли вы знаете фанатов Дума, ставших ими благодаря книге? Возможно, я такой один. Мне очень понравилась идея описывать события игры от первого лица. Авторам удалось передать одиночество, отчаяние и страх главного героя, паникующего при виде каждого зомби и импа, а в конце находящего тактику и к баронам ада, и к паровому демону. Тем обиднее было, что вторая книга, Ад на земле, оказалась скучной и мало похожей на Дум. Я выяснил, что были написаны четыре части, но только две официально переводились и издавались в России. И я так и не прочитал третью и четвертую. Просто я не думаю, что авторы вдруг вернулись бы к стилю первой. В общем, после знакомства с книгой, я стал искать в продаже Дум для Плейстейшн. И 8 июня 99 года я нашел диск в магазине Мебель. Когда я его покупал, продавцы выглядели по-настоящему расстроенными, ведь они довольно часто в него играли. У диска даже потерялась обложка. Я сделал свою из постера к журналу Великий Дракон. Зато продавцы дали мне несколько листов с кодами уровней, которые они открывали. Тут надо сказать, что соньковский Дум не поддерживает сохранение на карту памяти, а перед каждым этапом выдает пароль. Это приводит к ряду сложностей, но в целом недостатком не является. А главным моим удивлением от диска было то, что на нем оказались оба Дума, Ultimate версия первого и второй. Да, от них осталось в среднем по 25 этапов, в числе которых эксклюзивные консольные уровни. Учитывая, что к клавиатуре я так и не привык, то управление геймпадом у меня проблем не вызвало. Я освоил его довольно быстро и спустя какое-то время смог пройти обе части на легком уровне. Главной трудностью оказалось отсутствие сейвов посреди этапов. Так что стоит допустить одну ошибку и можно начинать уровень заново. Если не забыть записать пароль, конечно. Еще одно отличие от ПК-версии. Раз обе части записаны на одном диске, разработчики решили разнообразить Ultimate Doom врагами из Doom 2. К тому же ближе к концу, на одном из бонус-этапов, можно найти знаменитую двустволку. Зато вы нигде не сможете увидеть Архвеля, даже во второй части. Вполне логичный ход, учитывая, что иногда во время большого числа монстров на карте, игра вылетает в черный экран, а с его привычкой оживлять мертвецов, думаю, зависания случались бы чаще. Впрочем, это не единственный минус консольной версии. Когда вы находитесь на высоком уступе, а снизу бегают разные демоны, если подойти близко к краю, то они могут вас покусать, какая бы высота ни разделяла вас. Но такие мелочи ни в коем случае не помешали мне стать фанатом не только книги, но и игры. И, конечно, мне захотелось пройти ее на самом сложном уровне, Ultraviolence. Режима Nightmare на PlayStation нет. Это осложнялось все той же проблемой отсутствия сейвов, но к январю 2000-го мне это удалось. А там я и Final Doom для PlayStation купил, с этапами из дополнений Plutonia, TNT и Master Levels. Да, их левел-дизайн не такой гениальный, но это все равно Doom. Правда, на диске оказалась русская версия. Конечно, Doom это не Final Fantasy, здесь текста по минимуму. Но все равно, шрифт был очень неудачным, а уж как перевели название врагов? Солдат, сержант, пулеметчик, имр, демои, душа, какодемон, рыцарь ада, барон ада. Анархотрон, оригинальная вариация Арахнотрона. Бычье, интересно что именно. Девенант, Манкубус, Паучий механизм и Кибердемон. Кстати, данный Final Doom пираты запихнули на один диск с первыми двумя, благодаря чему я смог осуществить давнюю мечту. Купил коннектор для двух PlayStation и отнес свою приставку к товарищу. И там мы попробовали Deathmatch и кооперативный режим. Еще мы хотели затестить Quake, но он коннектор не поддерживает, зато на одной консоли можно играть даже вчетвером по мультитапу. В общем, в Doom я играл постоянно, книгу периодически брал перечитывать. Мы даже хотели снимать фильм, ну то есть записать прохождение на видик. И как истинный думер с появлением компьютера в 2004 году, я конечно же решил скачать PC-шный Doom. Из-за проблем с досовыми приложениями я остановился на версии Z-DOOM с немного улучшенным управлением, новыми разрешениями экрана и прочими приятными мелочами. Конечно, и он был пройден на Ultraviolence. Было очень интересно искать отличия от консольной версии. Так мне не понравилась оригинальная музыка. Понимаю, это звучит почти как светотатство, но я привык к консольным эмбиентным трекам, а потому медичный дыш-дыш-дыш я отключал и играл без музыки, так атмосфернее. Главным плюсом для меня стала возможность играть на клавиатуре и мыши. Привыкнуть оказалось несложно, а удобство выросло в разы. Ну и конечно, сейвится в любой момент очень полезная фича. Единственное, я очень долго не мог по-честному справиться этапом Icon of Sin, на PlayStation его не было. Но конечно же, это оказался вопрос времени. Тогда же я сыграл на эмуляторе в порт Doom для Super Nintendo. Ничего хорошего про него я не могу сказать, разве что все владельцы SNES получили возможность приобщиться к величайшему FPS. Хотя в такой форме от этого было мало толка. И в это же время я задумался, а почему на 8 и 16 битках нельзя было выпустить Doom с видом сверху, взять за основу карты уровней и добавить героя, монстров, предметы и бэкграунд. А что, мне кажется, вышло бы неплохо. По крайней мере, играбельнее SNES версии. А вот Doom 64 мне относительно понравился. Абсолютно новая игра с полигональными врагами, которые выглядят, правда, как пластилиновые фигурки. Пройти ее я так и не собрался, но как вариация на тему она довольно любопытна. Конечно, я затестил и всякие фанатские поделки, типа Doom 2D, но по большому счету я понял, что мне нравятся только официальные продукты, и поэтому я с нетерпением ждал Doom 3. Интересно же, что там придумают вид софтвер, чтобы создать FPS нового поколения. Я хотел купить пиратский диск, но в журнале Страна Игр прочитал такую мысль, если вы действительно любите Doom, неужели вы будете довольствоваться каким-то леваком? Так невозможно получить настоящие эмоции. На PS2 я уже покупал только лицензии, и Doom 3 стал моим первым фирменным изданием для PC. К тому же с официальным русским переводом. После пиратских русификаций первой PlayStation я был приятно удивлен его качеством. Что же касается самой игры, то... Ну тут у меня противоречивое чувство. С одной стороны, это интересный ужастик с проработанным миром, приличной на то время графикой, неплохим геймплеем, но... Это ни разу не Doom. Само по себе наличие сюжетных вставок, звуковых дневников и элементов пазла не является недостатком, но для атмосферы того самого Doom оказалось губительно. Я так и не прошел его, хотя и принимался несколько раз. Но разочарование третьего Doom не идет ни в какое сравнение с впечатлениями от фильма, все-таки добравшегося до экранов. Да, это не творение Уве Болла, но понравится он мало кому может. Выбрав банальный фантастический сюжет и сделав ставку на третью игру, создатели сняли скучный боевичок. С невыразительными спецэффектами. И, конечно, всем запомнился 5-минутный момент от первого лица. Настоящая новация для кинематографа, который потом используется как авторы Спайдермена, так и нашего хардкора. В общем, вселенная Doom получила два серьезных удара и на несколько лет впала в спячку. За это время все Doom'ы перевыпустили для PS3 и Steam'а. Я скачал их и там, и там, а еще для Xbox 360 заодно. И очередной довод быть консольщиком, приставочные версии не глючат, а DualShock'ом довольно удобно управлять, тогда как DOS Box постоянно преподносит неприятные сюрпризы. То звук пропадет, то вовсе запускаться откажется. К тому же Master Levels нужно включать поштучно, тогда как на PlayStation проблем не возникало никаких. Включил и играешь. Отличие от оригинала одно. На аптечках нарисована пилюля. Ну, прав на красный крест нет. К счастью, четвертый Doom разрабатывался сразу для консоли и ПК, а потому на PS4 он ничуть не уступает компьютерной версии. Честно говоря, я до сих пор играл только в демку, но это не помешало мне считать Doom лучшей игрой 2016 года, ведь это драйвовый FPS с удобным управлением и толпами жестоких врагов. Во время засилия всяких Call of Duty это настоящий глоток свежего воздуха. Когда-нибудь я его куплю, наверное. А пока я прошел Brutal Doom. На удивление достойная фанатская игра. Ремейк первых двух с обновленными врагами, оружием и этапами. Конечно, баги там имеются, но играть они не мешают. В общем, всем думерам рекомендую. А еще я узнал о том, что на ПК есть Brutal Doom 64 и Doom PSX Total Conversion. Так что теперь даже те, кто не может играть в FPS на геймпаде, получили возможность сыграть в два консольных Doom'а при помощи клавиатуры и мыши. Что ж, если объективно, то культ 90-х в любом случае не повторить. Ведь Doom тогда упоминали даже в сериалах «Друзья» и «Скорая помощь». Но все равно интересно, чем нас порадует id Software в будущем. Увидим ли мы пятый Doom? Наверняка. Хотя я все равно отдаю предпочтение классике. С вами был Эмрум. Увидимся на Фобосе. Или на Деймосе.